Субтитры делал DimaTorzok 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 У вас жена и ребенок есть? Нет. Так, дальше. Потом с братом попали в аварию. Док лежал в больнице. Брат погиб. У вас это фрак? Да. И друг погиб. Какие у вас были повреждения? У меня пластин, как я старик и голова. Пока не забыл, Владимир, последний раз перебиваю. А как это происходит? Вы говорите, что вас не выпустили на похороны? А? Так как срочник. Так это был какой год? 2007. Вы написали рапорт? Он же сказал, что ВГУ важный. Понятно, а как это неинтересно технически? Там даже после увольнения нельзя 3 года потом выезжать. Вы указали, что на похороны к отцу? И вам сказали нет? Нельзя. После увольнения 3 года за границу нельзя выезжать. Матерь отпустили. Что ты хочешь, человек? Воздушная тревога. Слышали, да? Ну-ну. Дальше. Потом подписал в Тулу ВДВ. В Тулу меньше года послужил. Из-за пластины пришлось уволить. Не приход? Не приход. А сразу что взяли? Ну, я из медицинской книжки вырвал все свои болезни. Прошел комиссию. Так. Потом начались последствия руки. На каких-то физических упражнениях? Когда прыжки выли. Да. У меня с тропа дергалась. У меня рука до конца не выстреляется. Из-за пластины. У меня дернуло и рука зафиксировали. Боли пошли. Так, дальше. Потом устроился на работу в Московской области, Рублево-Оспенское шоссе, в Дом правительства Московской области, Архан. Дом правительства Московской области? Да. То это вы всех правителей Московской области там видите? Ну, не всех. Не все. Ну, а как они? Вы общались? Нет. Наше дело стоит. Архан. А самый модный правитель кто был? Кто у вас самый модный? Кого вы видели своими глазами? Ну, Воробьева только. Кто такой Воробьев? Ну, это губернатор Московского области. Ааа. А Синицына? Не видел. Ну, у нас там не только вот внутри, у нас там и парковка есть. Там на парковке можно сидеть. Голубева видели? Нет. Айстова. Да он трое. Я сейчас не знаю. Айстова. Ладно, все, давай, пошутили, хватит. Дальше. Это чтобы как-то немного, может быть, вас расслабить. Знаете? Потому что вы очень, очень напряжены. Ну... Тебя половина набит. Ну, за штрафов. Спасибо. Ты же нажимал, смотрел куда. Когда я работал пятерочкой в магазине. Вот. Нашел карточку. С нее списал пять тысяч рублей. Стоп, 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 стоп. Как нашел карточку? Просто чужую карточку? Да, мужик забыл ее на карте. Я ее забрал. Да. Вечером с нее списал пять тысяч рублей на игровую валюту. Там. А пинкот? Там не надо было ничего. Нормально. На следующий день приехали... А что купил? Игровую валюту. Ну, золото. А потом что? Золото на что? Ну, купил в танках золото. Игровая валюта, золото в танках. А валюту на что потратил? На танк купил танк. О, в танк. А это с целью заработать как-то там можно в этих танках? Да нет, это простая игра. Ну, кто-то... Как-то... Донатка. Я это донатил. Ну, если туда чужой... Черт. Ты понял, а теперь фарик чисто в этих... Ну, я... Да. В танках я не могу сказать. Ну, я возместил ему пять тысяч на следующий день же. А так как уголовное дело... Ну, заявление уже было написано. У меня был суд. Да. Вот. На сто тысяч рублей меня штрафовали. Сказали, до три месяца будет выпить. Пять тысяч снял на сто от штрафовок? Да. Там дальше... Зазорок был. Сейчас нагорела сумма достаточно приличная. Сколько? До трехсот. Сколько ты не платил пять лет? Это пеня, пеня. Пень, да, пень. И приставы приезжают к бабушке. Я тут на работе там могу два месяца там сидеть. Ну... А бабушка живая дома, да? Живая. А где она? В Москве? Нет. В поселок Бобрики. Это рядом с Москвой? Ну, там пять часов измена. А, пять часов. Ну, это считается вообще пристав. Ну, ну... Ну... И... Вот я прописал на нее, и к ней едет пристава, она старенькая. Я вот пришел по-быстрому, думаю. Коротковременный контракт написал на три месяца. Вы сбежали в Украину от пристава? Ну, я, чтобы заработать и рассчитаться со всеми. Многами. Сколько должны были заработать? Нам пятьдесят тысяч обещал губернатор и пятьдесят тысяч раз в два месяца. Плюс зарплата. И сколько это всего? Ну, не знаю. Там тысяч сто семьдесят. Короче говоря, вы планировали рассчитаться с долгами и за полгода, я так думаю, я так понимаю. Нет, за три месяца. За три месяца. Четко посчитали? Ну, у меня контракт на три месяца. Угу. И приехать в Россию, все равно отдать деньги? Отдать деньги. А у вас помимо вот этих трехсот были еще долги? Ну, микрозаймы, но они маленькие. Сейчас они там классуют. Да. А что за микрозайл? Ну, это быстрый день. А, быстрый день. Да. То есть, это раз ему нормально. Ну, у нас есть такая реклама. А если что? Я не знаю, может надо будет выходить. Прорекламировал только что-то. Где наши деньги? Да. И брали-брали быстрые деньги на что? Просто на жизнь? Ну, на жизнь, да. Ну, я еще в ТикТоке любил там залипать. А в ТикТоке зачем деньги? Ну, там есть же тоже блогеры ТикТоки, которые там миллионники. Да. Я там был в одной девчонке. Ну, сначала там смотришь, что там банишь людей. Модератор? Модератор. Ты был? Да. Угу. Ну, и приходилось там, когда у нее батлли, там исходили. Тради. Ну, я подал. Ты свои деньги тратил на своего автора. Ну, да. Да. Ты делал работу, модерировал канал. Да. Еще и тратил свои деньги. Ну, когда батлли они происходили, там раз неделю батлли. Какими-то же там офигеть. А ты ее лично знал? Нет. Ты полюбил? Ну, как общались просто. Да, как тут люди. А как логины? Ну, как ее найти? ТикТок. Это и ТикТок? ТикТоки. Да. Давай за рекламу. У нас тоже там чуть есть подписчиков. Ну, у нас тут как у них было. Светка конфетка. Ого! Светка. Веселое, получается. У нас такое интервью веселое, получается. Светка конфетка. Ну, это же, я имею в виду, что полюбил. Это? Не знаю. Там может быть, там Светка конфетка 1 миллион 234 миллиона подписчиков. Ну, понятно. Ох мы, да. Я имею в виду, полюбил. Ну, были какие-то, наверное? Нет. Все конфеты. Я тебе говорю, начинаю вбивать Светка конфетка с 1 миллион и дальше цифр. У меня миллионик он точно. Да. Это точно ТикТок вообще? Да. А у нас сейчас уже заблокировали ТикТок? Да. Значит нет уже. Значит ВПМ как-то я не знаю там. Инстаграм же им заблокировали. Инстаграм заблокировали. Инстаграм они сами себе заблокировали вместе с Фейсбуком. Это я знаю. А про ТикТок не знаю. Но в ТикТоке у них там очень сильные. И сколько ты на нее потратил? Ватафермы были. Точно не знаю. Ну, нормальная традиция. Ну, там на глаз плюс-минус. Ну, тысяч пятьдесят. Ты же пятьдесят? Ну, это не сразу. Это на протяжении какого-то месяца три-четыре. Ты реально мог пойти взять мелкий займ, быстрые деньги для того, чтобы пойти задонатить вот этот ТикТок? Нет. Ну, серьезно. А на что ты рассчитывал? Ну, я раз брал, ну, как бы там помогал ей. Потом я быстро отдавал. Потом не получилось вытместить. Ну, и штрафы там. Я имею в виду, в отношениях с ней ты на что-то рассчитывал? Да нет. Или это бескорыстно? Бескорыстно. Ну, что ты? Ну, альтруист. Нет, вообще, тут ничего такого нет. Я помню. Понравилось там тебе. Ты хотел, может, с ней встретиться, подружиться. Нет, хотел бы, да, встретиться. Ну, как-то затянуло, я не знаю, да. Ну, вы переписывались хотя бы? Переписимся, общались. Да, она же модератором была сделала. Ну, она же как-то сделала модератором. Ну, ты приглашал, давай сходим там. Кофе, чай, то все. Она не с Москвы, она. Откуда? Да. Я это не помню. Может, она с Киева? Нет. Как пишется? Вот так как-нибудь? Вот он, первая. О, нашел. Так что ты сказал, миллион подписоты? Ни хрена. Ежедневно-юмор и социалка. Ни хрена. Социалка, сотрудничество в Инсту. Еще 31013 тысяч подписоток. Это sorta, наверное. А вторая страница? Потом SEÑ. А где она? Она из СЭЛайского? Какого-то? Задимте посмотреть. У��… Продолжайте. Ониwegen через ВПМ заходят, и видят блокировать по странице. они открываются но я как бы не хочу сказать что он думаю наверное будет наверно не сильно уместно да ладно и в общем донатили донатили там что-то задолжали еще в микрозаймы залезли там тоже выросла пеняла ну там не так уж много. Сколько тысяч? тысяч сорок это было. Для ваших масштабов это вообще ни о чем. А та 500 тысяч да уже было? Там нет там в 300. Ну в принципе да за три месяца отбились бы при таких этих самых. И можно говорить о том что вы поехали конкретно за деньги сюда и чтобы не трогать никакие идеологические моменты. Точно да? Не ну может вы там хотели защитить кого-то от кого-то? Нет я поехал за деньгами чтобы расчистаться. Знали вы что-то о том что в Украине происходит? Нет. Тогда и не будем даже об этом разговаривать. И так в каждом стороне интервью буду одно и то же. Расскажите лучше что-нибудь. Поехали вы что дальше было? Какого числа это было? 28 августа я подписал контракт. Приехали за Изюмом стояли в лесопосадке. Потом нас отправили в сторону Веселенького туда подальше. Угу. Там нас бросили под минометами. Как это бросили под минометами? Ну не офицеры не были. Вас поставили видимо держать какую-то позицию. Мне сказали окапывайтесь и все. Ну аааа. И потом дальше не какой-то мантры с самой ночью. Потом так ну один день дальше. С танкистами мы оттуда выехали с этой лесопосадки. Какого числа? Восьмого. Восьмого? Нет. То есть десять дней по сути? Вау. Нет. Мы стояли в лесопосадке за Изюмом. Вот. Ну блиндаши рыли там. Это сколько дней было? Ну до этого восьмого. А до восьмого. 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 За Веселенькой нас отправили. Ага. Вот. И оттуда ночью мы вот с восьмого на девятый выехали с танкистами в другую лесопосадку. Там нас по десять человек определили. И десять человек в одну сторону, в десять другую. Две моталыги было. Из десятерых нас тут три человека осталось здесь. Астана и командиров не было никого не было. Астана и командиров не было. Астана и командиров? Умерли. Умерли? Да. За что? Не знаю. Может за планы вашего безумного руководства захватить Украину? Возможно. Возможно даже скорее всего. Знаете, как хром фигури. Но вы выжили, вам повезло. А все началось с золота в танчиках. Я только хотел сказать. Такая история, да. У нас был сюжет программизм опасен для жизни, а тут... Но танки в любом случае опасны. А компьютерные игры тоже влияют, вредят, могут навредить вашему здоровью без проблем. Вы чтоб... У нас был программист из ДНР, которого отправили с института. И он тоже попал в плен. А вы тоже в плен попали из компьютерных игр. Но из дыры его забрали принудительно. Он работал программистом. А тут же сам пошел. Это же разные вещи. А вас выжило сколько человек? Трое. Из скольки? Ну, из десятерых, которых мы тоже стояли. Угу. А остальные на ваших было подходить? Петер. Как это было? Застрелили. Взяли в плен и застрелили? В плен не брали. А просто застрелили? А как такое стрелили? В посадке в этой штабе стояли. Ну, вот в посадке это стояли. Как это происходило? Ну, мы окапывались. Подъехало два танка. Да. Вот. И, там, не помню, три БТРа, что-то. Да. Сумерки уже были. Вы уже ждать много было. Знаем. Да. Так же. И вот пятерых, которые стояли спереди. Чуть подальше над. А мы туда сзади, ближе к подсолнуху. Вот. И их сразу расстреляли. Ну, так это мы не застрелили, а это был бой. Просто вы так сказали, как будто вы их построили. Они даже не стреляли. Конечно, они не стреляли. Надо было дождаться, пока бы они стреляли или что-то. Нет. Ну, просто ваши же, они же там немного с мозгами не дружат. Вот это вот, знаете, я говорю, взяли в плен и застрели. Потому что, ну, такого вообще, как правило, не бывает. Взяли в плен, то взяли в плен. Понимаете? А тут подъезжает наших три БТРа. Вы не можете понять, кто это подъехал даже, правильно? Вообще было непонятно. Вообще было непонятно. Те быстренько спрыгивают с БТРов. Стоит пять этих ваших... Мама, уцеморы. Знаете? Бам-бам. Ну, а вас уже берут прям. Все. Нет, я ушел. А, ушел еще? Я еще сутки, да. А, один? Один. Ну, так расскажите. Там соседняя деревня была. Кубиш или как-то. В лесенке там деревня. Ну. И там временная, я помню, временная военная прокуратура города Идюма. Я туда ночью долез, через окно разбитое. Утром слышу стрельба. В окно выглянул. Там солдат ухранили. Так. И мы что? Удался. Так сидели дальше там. В смысле? По тумбочкам хоть пробили, там может кто-то золото, деньги. Нет. Бриллианты. Банка тушенки. Банка тушенки. Украинский? Куриная гражданская. Гражданская. Ну написано взяли в рот вот это вот. Вз. 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 Зв. Зв. Так взяли тогда. Да. Хотел уточнить. Вы ушли. Имеется ввиду, вы увидели там как убивают ваших и вы убежали. Нет. А то вот так сказали, я ушел. Там типа. Нет, убежал поборо. Все. Потому что. Это ну. Мы же хотим художественный рассказ. Рассказ, чтобы было понятно как это происходит. Стоите вы. А так получается. Вы вначале сказали, их убили. То есть их поставили около деревьев и тупо расстреляли. Можно же так понять. А так получается. Давай уже. Мы уже дошли до этого. Меня интересует какую вы организацию заявили? Там было. Ну распечатано. На двери написано. Временная комендатура города Изюм. А. Своим. Все. Временная. К оккупанту. Да. Все таки наверное тушенка есть была. Не отправились? Нет. Повезло. Тоже фарт. Фарт на фарте. Фарт на фарте. Фарт на фарте. Да. Понял. Овой. А как вы вообще относитесь к этой войне? Отвратительно. Отвратительно? Понимаете, что Путин военно приступил? Да. Понимаете, что его может судить международные и военные фигуновые? Да. Как вы к этому относитесь? Но вы одобряете, что его будут судить? Можно я задам вопрос? Кто должен понести ответственность за все, что происходит? Путин. Конкретно вот с вами, кто вас сюда отправил? Понятное дело, что не лично Путин из военкомата, но вот кто начал все вот это? Можно все вот пройти, если цепочку? Я просто не знаю, зачем все это началось. Вообще зачем победить на территорию Украины? Ну как зачем? Путин объявил, где милитаризацию. Вы, кстати, демилитаризировали отменно. Именно вот по Харьковской области. Ленд-лиз вы решили победить американцев пусть в чем-то, а оставить нам больше вооружения, чем предоставили американцы. Видели разбитую технику вашего? Или не разбитую, целую, брошенную? Видно разбитую. Целую, брошенную не видел. Ну есть, хватает. С демилитаризацией понятно. Вы как-то неправильно, видимо, поняли это слово. Деноцификация это что-то? Ну вот мы сидим с вами общаемся. Или тут с вами общаемся. Нацисты видели нацистов? Нет. Значит, Путин соврал, когда он сказал, что нужно идти убивать украинцев ради какой-то непонятной демилитаризации. Соврал. Соврал. Значит, он преступник. Так как вы относитесь к тому, что я буду судить? Положить. Это сейчас выглядело как будто бы ты... Давайте подискутируем на эту тему. Это сейчас выглядело так. Представляю просто, как нас бросили просто... Будто бы я задал 150 наводящих вопросов и в результате получил тот ответ, который мне нужен. Но на самом деле я просто получил тот ответ, который очевиден. А я хочу уточняющий. Давайте подискутируем. Вот я же до этого спросил. Есть состояние именно сейчас. Это не спецоперация, это полноценная война. Согласны? Ну, уже это спецоперация. Как ее назвали, это не важно. По сути. По сути это война. Война. Да. Российская армия вторглась на территории Украины? Вторглась. Правильно. У российской армии есть главнокомандующий? Есть. Есть. И верховный. И верховный. Главнокомандующий это больше на аренях? Они перепутаются. Шойгу. Да. А кто верховный? Путин. Да. Смотрите. В любом случае мы победим. Это понятно. Потому что с нами весь цивилизованный мир. И нам помогают. Будет суд. Всегда был Гаагский трибунал. Да? Как вы думаете? В случае победы она, безусловно, будет наша. Кого нужно судить? Кто отдал приказ напасть на Украину? Ну, как мы не официально с его второго из Путин дал приказ? Правильно. Соответственно, его, по идее, надо судить. Ничего не официально. Да. Кто, кстати? Официально. Как спецоперация? Ну и что? Это не спецоперация, это как война. Да. Ну, какая аренция? Как он ее назвал? Это же никого не будет интересовать. Тоже можно пойти на улице, кого-то убить. Или, я не знаю, ограбить. Забрать там какие-то драгоценности и сказать, что ты от ценностей его освобождал. Ну, это же тебя не освободит. Пойти убить олигарха и сказать, деолигархизация. Да. Ну, кстати, вот на тонкий лед опять ты становишься. Я просто понимаю, ты тут олигархов, олигархов все не беру. Ладно, ну, у меня вопросов нет. Да, у меня тоже вопросов нет. От себя можешь что-нибудь сказать? Слушай, мои близкие как-то, я не знаю, сообщите что-нибудь. Я думаю, ваши близкие увидят этот ролик. Ну, кроме того, что вы работали в охранном предприятии с названием, коих выдает 150 миллионов штук в ГУЗе сразу же, мы больше про вас ничего не знаем. Обзванивать все эти охранные предприятия мы не можем. Обратитесь, если следят за нашим каналом, они увидят. Есть у вас друзья какие-то? Ну, такие же охранники. Ну, я думаю, они смотрят. Ну, а у них номера, может быть. Где они все? Ну, может они хотя бы смотрят, листают. Смотрите, если вы знаете... На канале появляются все? Люди, кто знает, подписчики и просто зрители канала, кто знает этого человека, есть контакты у нас в Телеграме, вы можете написать нам его телефон, и мы свяжем его родственников с ним. А вы же в ВК по-любому есть, да? В ВК есть, да. Прикрепим ссылочку на его профиль в сообщение, как обычно мы в последнее время это делаем, там человек помогает, сбрасывает эти ссылочки мне на них на всех, я просто их добавляю. Закрепленный пример. Да, и там найдете наши контакты, сообщите контакты. В ВК быстро. Мы сейчас не будем этого делать. Мы сами туда не лазим. Это ФСБшное говнище. Там люди занимаются. От себя передайте что-нибудь другим россиянам, которые вот... Ребята, даже не вздумайте идти сюда. Это полный обман. Тут нет того, что говорят тамо. О, а что тамо говорят? То, что вы поедете и будете охранять блокпосты там, или восстанавливать города, это все полный вред. Восстанавливать вы города тут очень нормально так. По 2000 снарядов поселок выпускаете. То, что я видел, как просто где-то города не восстанавливаются, а реально разрушаются. Подумайте головой. Подумайте о близких. Подумайте. Подумайте. Ключевое слово. Мотор. Представьте, как вас зовут полностью. Меня зовут Глебов Никита Михайлович. Дата рождения? 17.07.2003 год. Откуда вы? Город Воронежской области. Сколько вам полных лет? 19. Когда вы призвались? Призвался 23 ноября. Когда подписали контракт? 23 июня. Это еще на территории России было? Да, на территории России. Подписали контракт и вам сказали, что вы должны ехать в Украину? Как это было? Ну, приказ был. Сказали, набирают людей. Реактивная батарея, в которой мы ехали. А это какая у вас часть и город? 79-й полк. Город Советско-Ленинградская область. Поехали мы от 9-го полка. Город Советско-Ленинградская область? Да. Город называется? Город Советско. Советско? Советско. Так, и вы поехали какого числа в Украину? 17-го числа. Все поехали или кто-то отказывался? Ну, кто-то отказывался, кому-то говорили, в тюрьму могут посадить. А те, кто отказывался, тех садили? Да. В тюрьму садили? Ну, кого-то в тюрьму, кого-то увольняли. Ну, это видишь? Всего лишали, да. Это когда было? Ну, когда я вот еще не подписал, там сержанты все вот эти были. Угу. Вот, сказали, лучше ехать. Ну, вы лично видели, чтобы кого-то посадили? Ну, я именно его лично видел, только что увольняли. Только что увольняли? Да, только увольняли. Угу. Ну, это миф про то, что сажают. Знаете? Не знал. Ну, если бы всех сажали, у вас бы тюрьму уже были просто переполненными. Сейчас тюрем набирают наоборот. Да. А сейчас тюрем наоборот у вас набирают служить. Не знал уж. Ну, ну, вы поехали, потому что был приказ или еще по какой-то причине? Ну, сначала там заманивали, типа там деньги, вот это все говорили. А потом уже, ну, как бы не хотел ехать, а потом сказали, уже обязательно надо ехать. А когда вам говорили деньги и все остальное, вы отказывались? Сначала не хотел, да. Угу. А чем вас мотивировали окончательно для поездки? Да ничем особо. Ну, переубедили чем. Сначала вы отказывались, вам же нужно было какие-то дополнительные убеждения, чтобы вы согласились. Ну, там начали говорить, вы трусы, там по колено к мамке под юбку залезли, вот это значит. Угу. Ничего не можете свою страну защитить. На слабо вас взяли? Ну, вот так, да. Качали, короче. На слабо, да. Что не пацан? Ну, вот как-то так. Угу. Угу. И вы подумали, я пацан? Ну, да. Я герой, я поеду защищать свою страну. Куда? В Украине. А что в Украине? Кто-то нуждался в вашей защите? Ну, нам говорили, да. То, что там помочь людей освободить. Нам всем так говорили. Где? Ну, именно вот в Украине. Именно в Украине где? Вот это я не знаю. Нам просто сказали, вы поедете, вот куда именно и что делать будете. Мы не знали. А, ну ладно. Все, я пропускаю этот весь разговор, да? Честь человек вообще даже не знаю, где и что и как. То есть очевидной идеи никакой не было. Ну, у него 19 лет. Вы знаете разницу между нацизмом и национализмом? Нет. Знаете разницу между ЛНР и ДНР? Ну, Луган, Лонец. Так. Все. А почему они так называются? Ну, не знаю. А полностью можете расшифровать эту аббревиатуру? Нет. Любую из них? ЛНР. Я не знаю. Не знаешь? Нет. Тут, да. Просто расскажите историю свою, да? Вот так вы приехали. По числам. Куда? Как передвигались и что делали? Ну, вот, приехали 17 июля. Сначала в посадке какой-то мы сели в яму, выкопались. Переночевали. Потом переехали. Вот была клея, там почта есть. Ну, новая почта. Там сколько... Ну, вообще, сначала я на связи сидел. До начала, до этого мне говорили, ты будешь сидеть на границе там, не заезжая даже. Вот так было. Ага. Будешь сидеть на связи, там даже, может, не будешь заезжать. Ага. Большинство так говорили. Да, не большинство, а всем фактически. Потом две недели на связи просидел. Им не понравилось, как я на связи сижу. Почему? Не знаю, сказали, не так. Командир у нас такой был. А как так, а как не так? И что такое на связи? Ну, тем боком. Ну, вот тапики. Тапики вот такие. Что такое тапики? Ну, телефон там, провода посоединяешь, полевка такая есть. И протягиваешь, и соединяешь. И для того, чтобы была связь? Ну, да, чтобы связь была. И вот эти, как их, азарты были. Таких надо местами менять как-то эти тапики? Ну, там тапик идет, открываешь крышку. И там снизу идут специальные штучки, и провода подсоединяешь. Обрежаешь провод, и что железный, конец. А почему их постоянно нужно переподключать? Не постоянно, а раз делал и все. Если провод оборвался, то надо новый наматывать делать. А как нужно на нем сидеть правильно и как неправильно? Мне не понравилось, как мы информацию доносили. А, вы дублировали информацию? Ну, нам сказали какую-то информацию, доложить пойти. Не так что-то сказали и все. А что именно вы не так связали? За что вас ругали? Допустим спросили, сколько машин приехало, я сказал не так. Потом сказали, все, идите там и разгружайте, чтобы больше такого не было. А потом все, отправили нас полностью. Сколько машин приехало куда? Именно вот грады были четыре. Так. И один каратыш, ну КАМАЗ обычный. Угу. И длинномер. Так, два КАМАЗа. Пять всего получается. Так. А, не шесть. Так. Я понял, чего у вас сняли статика. Да. Объяснил. По этому и сняли. Как вы учились в школе? Ну, тройки там, когда батя приезжал к нему, к пятерку, было очень по-разному. Вот когда батя приезжал, занимался, а так я с бабушкой постоянно был. Вы, у вас мама, папа есть? Мама есть, живая, но ее не видел. Никогда ее не видели в жизни вообще? Вообще не видел. А батя с вами не живет? Батя уже, наверное, лет пять со мной не живет. Ну, там пару раз приезжал. То есть, когда он приезжал, с вами занимался, вы могли пятерку получить? А так, чтобы в школе плохо учили? Да. Ну, у меня отец просто хорошо учился, поэтому там, когда приезжал, мог нормально. Так у учителя же есть? Да, сейчас так объясняют. Пришел, они там что-то сказали, даже не по теме могу сказать. А вы в обычной школе учились? В обычной, да. Угу. Ясно. И вас изгнали из пункта связи дальше? Да, потом, вот как он был оклеил. Какого числа было? Да. Примерно хоть? Где-то в июле, наверное, где-то. В июне подписали контракт? В июле заехали, да. И в июле же заехали, сразу после подписания контракта? Да, в июле. Ага. Да. Вот, и есть посадки, вот там и снаряды раскладывали, ну и грады заряжали. Да. Нам привозили. Ну, это как, в Яковенково село, если от него недалеко едешь и в поле заезжаешь. Там дорога даже шла. Угу. Угу. И привозили нам вот там, заряжали. Нам просто сказали, сколько когда зарядить и все. Угу. И сколько заряжали в день? Да могло приехать две БМки вот так. Самое много. Две БМки это сколько снарядов? Ну, это 80 получается. 80. Ну, это вот как я застал. А что там до этого было, не знаю. Это вы в день могли зарядить 80 раз один град? Ну, нет, не 8, два раза. Вот в одном пакете идет 40 снарядов, а их две. Это 80 в общем получается. То есть, ну вы в один день могли зарядить 80? В день 80, да, где-то могло быть. И они стреляли куда-то эти 80? Ну, куда-то стреляли. Мне говорили вообще куда-то по заводу там стреляли, все. Угу. Вы знаете наверняка куда попадавали? Ну, вообще не знаю. Точные эти ваши грады? Не знаю, мы как приходить зарядили, все ушли. А там кто на машине... Не, я понял. Что вы знаете об этом? Они точные, они точно стреляют? Не знаю. Какое отклонение? Вообще даже не предполагаю. Ясно. Заряжали вы грады по 80 штук в день на протяжении месяца? Ну, месяц, наверное. Так. И все? Ничего больше не происходило? Все. А там на месте были люди, которые отказывались? Ну, именно со мной, которые были, не отказывались. Наоборот, это даже по собственному желанию хотел. Кто? Ну, вот один с нами был, но его нету. Угу. Ну, на второй машине, у нас две машины ехал, вот когда мы ехали. Не, но это уже финал. Объясните, что значит по собственному желанию хотел? Ну, он такой говорит, я хочу там напередок там воевать, потому что у меня каждый в семье воевал, вот так он рассказывал. Потому что каждый в семье воевал? Угу. Ему объясняли, зачем тебе это? А зачем? Не знаю, хотел доказать себе, наверное, что-то. Только что, я не знаю. Сколько ему было лет? Ну, Нага старше мне. Должно 20. Ну, ему исполнится 20. А вы контракт подписали на сколько месяц? На год. Ну, с учетом срочки два года получается. Угу. Ты видишь. Что? А на три месяца могли подписать? Ну, можно было вроде бы. Нет, по идее нет. Но это когда я закончил служить роли. Ну, сколько срок службы общий? Вообще год. Год? Без контракта, ну, год просто. Вы отслужили три месяца? Нет, отслужил я семь. Семь месяца, да. Значит, мог подписать на оставшийся срок. Да, наверное? Это я не знаю. На оставшихся пять месяцев вот этих. Нет? Ну, ладно, зачем нам это? По большому счету. Ну, я не знаю, что ты спросил просто. Ну, мне интересно, срочники могут подписывать пять-месячные контракты? Ну, по идее, если ему три месяца остается до конца срочки. Мог, по идее. Ну, как, по логике. Ну, это же… Ну, напарили ему на домой. Ну, напарили ему на домой. Ну, там в течение полгода можно подписать. Угу. Ну, правильно, в течение полгода можно подписать. И дальше? Что было? Ну, в магазины иногда там со старшими ездили. Это самое много было. Угу. Хорошо, что вы сюда приехали. Кто-то говорил, зачем вы сюда приехали. Угу. Каждый по-разному говорил. Угу. А при каких обстоятельствах это было? Ну, просто приехали вот так в магазин что-то взять и на кассе там могли так сказать. Либо люди, которые приходили туда. А хорошо, что вы приехали почему? Что вы хорошего привезли с собой? Не знаю. Просто говорили, хорошо, что вы приехали. Все. А если говорили, что плохо, что вы приехали? Не знаю. Объясняли почему, что плохо? Вообще не говорили. Вообще не говорили. Ну, было там пару раз, там просто какая-то бабушка нам арбуза, хлопчики, удачи вам сказали и все. Понял. Дальше. Ну, прошел месяц, в общем, да. Подходит ближе к тому времени, когда, вот подходит к тому времени, когда вы уже… Ну, взяли, я сказал. Нет, ну, когда вас взяли, вот перед тем, как вас взяли, вот можно хотя бы пару дней или день или в тот же день, что было? Ну, нам перестали вообще привозить снаряды. А были перебои со снарядами? Это как? Ну, то есть, были постоянно одинаковое количество поставки, то есть стабильно приходили, все в хорошем состоянии? Нет, там раскрытые крылья могли быть. Бывало привозить там обычно сколько, 80, бывает 40 привезут, могли 20 привезти. А если раскрытые крылья, то что? Ну, либо доламывали, убирали. Либо делали… Не скрыли или заряжали? Нет, просто их сбрасывали и все. Говорили, выкидывайте, прятали их и все. Либо делали их. Ну, если по возможности можно было сделать, делали. Угу, дальше. Вам перестали вообще привозить снаряды? Да, перестали. За какое время до прожива? Неделю где-то нам вообще ничего не привозили. Потом под конец там привезли 4 КамАЗа целых. Вот. И мы начали делать. И не успели толком ничего делать. Мне нравится фраза «мы начали делать ракеты». Это же, ну, неправильно так не должно быть. Нет. Солдаты, по идее, не могут ракеты сами руками. Ну, сами нет. Ну, там крылья просто, которые раскрылись, их можно сложить было. Там топориком подбил и все. И вот там кольцо идет, кольцо одели и все. Снаряд к граду топориком подбил и все. Ну, крыло, которое идет, там пружинка, и вперед она, если туго идет, то топориком подбивали. Я думаю, вопрос о точности этих снарядов. Ну, я же про это. Да. Может быть снятым. Далее. Ну, подбили, подбивали вы топориками, не привозили вам. Что дальше было? Дальше все. Потом приехали на зарядку, сказали, быстро заряжайте. Что там, 20 таких и таких нам было зарядить. Это зажигалки и примы. А потом говорят, что прорыв пошел. И мы поехали в Вишневку, быстро собрались и даже вещи не успели взять. Уехали туда. И приезжают к нам грады и говорят, все, надо людей на зарядку. Командир нам сказал, что на зарядку надо ехать, когда там прорыв шел. А нам не сказали, что там уже где посадка. Ну, заряжали все. Не сказали, что там уже зашли. И все, мы поехали и там нас в БМП встретили. Вы ехали двоем машинами? Да, две машины. Ну, одна сколько-то, метров 200 может от нас. Далеко держалась. Угу. И вот мы едем туда на поле и все. И БМП первое. Стоит и смотрим там их пять. И с нашими Z-ками уже стояли. Ну и сначала начали стрелять, потом загорелось и спрыгнули. Вот двое со мной, которые были на машине. Одного вылечили, ну там осколки были. Угу. А другой убежал. Испугался что-то и убежал. Когда, ну уже нас взяли в плен. Ну вот там всех звали, он подошел к этому, к раненому и убежал. Скрылся еще. Все? Да. Сколько людей его убили, как вы думаете? Ну, вообще, я не знаю. Как вы думаете, убили вы кого-то или нет? Ну, ваши действия привели к смертям людей? К гибели? Ну, говорили там, по мирным попадало вроде. Чувствуете угрызение совести? Ну, конечно. Не очень похоже просто. Раскаяние какое-то за то, что… Как вы заряжали смертельное орудие, вот эти самые грады, которые стреляли и по мирным попадало. Попадало, безусловно попадало. И по селам попадало, и по городам попадало. И гибли люди. Что бы вы сейчас сделали, если бы вы все знали наперед и оказались сейчас там, заряжать снова эти грады? Снова бы заряжали? Я бы никогда больше не заряжал. Почему? Ну, потому что я не знал, что я буду делать и к чему это буду приводить. Вы там заряжали и не знали, что они летят в людей других? Ну, я не знал то, что в мирных это летит все. А какая разница? В мирных, не в мирных? Даже, допустим, в военных летит. И что? А зачем? Не знаю. Не надо было вообще это все делать. В сущности… А вы понимаете, что это военное преступление? Да. Вы понимаете, кто отдал приказ вам совершить это военное преступление? Путин. Вы понимаете, что Путин военный преступник? Да. Как вы отнесетесь, если его будет судить международный военный трибунал? Это без организма еще будет. Ну, как вы считаете, надо судить такого вот человека? Я думаю, да. Давай попробуем набрать, потому что… Да, бабушка прочитала, увидела. Бабушка именно… Сейчас возьмет ЛИ. Да. Но то, что она современная, это уже факт. Потому что пользуется WhatsApp. Бабушка поддерживала вашу… Нет, она говорила, зачем тебе это надо? Зачем вообще ты едешь? Вот расскажите, как это было. Как вы бабушке сообщили о том, что… Отцу вы сообщили, что вы едете? Отцу, да, но ему вообще все равно было. Он, наверное, не верил. Он сказал, твое дело, что хочешь делать. А бабушка именно… А бабушка именно… Бабушка говорила, зачем тебе это, тебе сколько лет… И все. Я очень хочу, чтобы бабушка взял… Отцу было, если все равно изначально, вообще, на его жизнь плевать, то какая ему разница, куда он там едет. А бабушка его растила. Кто знает. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Это видеозвонок. Вы можете на экран смотреть. Я слушаю вас. Ваш внук в плену, вы с ним хотите пообщаться? Конечно. Разговор будет записан и опубликован. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Привет. Так, поговорите. Привет, онучок. Как ты? Ну, какие у тебя дела? Нормально, кормится. Все хорошо. А чё ты красный такой? Да и жарко. Понятно. Ну и что они говорят? Что они говорят? Что требуют? Да ничего не требуют. Ты вообще в часть звонила? Да мы везде уже звонили, не только в часть. Ну и что сказали? Министерство обороны звонили везде. Ну что, как вы просил же этот, который был с тобой солдат. Списки составлены на обмен. А когда это будет? Списки составлены. Все это равно. Да. Ну я чистую, как в пляну там. Ну вот конкретно нам еще не сказали. Ждем вот, что скажут. Написать написали, видео отправили. Вот ждем. Пока, пока нет. Я понял. Везде. В часть звонили. Везде. Где можно, где нельзя, короче. Разослали везде. На обмен вроде бы говорят, что будет, а? Ну когда они говорят, да? А? Когда они говорят, да? Ну когда они говорят, конечно. Я понял. Когда они там решат. Когда они там решат. Не знаю. Ну с понедельника будем еще. Еще раз по всем. По этому кругу будем еще раз звонить. Что нам ответят? Ну ты, если что, вот на этот номер пиши там все, что будешь знать. А так вот, что сейчас, вот мне надо их пишут. Да, да. Я тебе скажу два слова. Да, добрый день. Меня зовут Владимир. Я журналист. На этот номер, да, сможете отписать, если что-то будете знать. Дмитрий передаст вашему внуку информацию. Можно вопрос вам? Можно. Правильно. Вы говорите, спрашиваете у внука, что они требуют. Как вы думаете, а что мы можем требовать? Ну я не знаю. Как они сначала изначально в первый день сказали, что езжайте в части и в общем разговаривайте, чтобы на обмен. Ну это у вас все правильно. Обменяться, потому что наши пацаны у вас тоже есть. Да, все верно. Ну что от нас зависело, мы где можно, где нельзя. В общем, везде отписали. Ну надо больше писать. Ну все где можно, мы и все в части позвонили и писали, и видео поотправляли, которые вот присылали из Украины. Я понял. Скажите, а зачем вот внука отправили на войну людей убивать? Ну а зачем ее отправили? Он солдат, вот и отправили. Куда отправили, туда он и пошел. Угу. А как вы думаете, что зачем российские солдаты в Украине убивают украинцев? Зачем им это нужно? Зачем это нужно России? Я политику вообще не умею, если я телевизор не смотрю. С тех пор как его забрали, просто в армию забрали, я телевизор не смотрю. Угу. Я не могу, у меня нервы не выдерживаются, посмотрите. Ну вы посмотрите в интернете, если телевизор не смотрите, сколько в Украине погибло детей и женщин. За мужчин уже не говорю. Детей и женщин. Бабушек. Сколько погибло. Я же не виновата в этом. Ну ваш внук заряжал грады, которые летели в наши города и села. Вы конечно в этом не виноваты. Я вообще не знаю, как он туда попал. Его вообще там не было. Как так он-то? Я вообще ничего не могу даже вам сказать по этому поводу. Да. Не, ну он здесь был, поэтому он и в плен попал. Это ему еще повезло, что он в плен попал. Ему поэтому, если бы его туда отправляли, если бы он знал, он бы и договорит, и контракт бы не подписывал. Он знал? Вы знали? Расскажите бабушку. Вы же знали? Да, я знаю. Да, я знаю. Да, я знаю. Да, я знаю. Ну вы же знали. Скажите бабушке, что вы знали, что вы едете в Украину. Ну вот тебе... Ну, когда сказали уже... Нет, ну вот это вы ему-то, ему-то потом уже сказали. А сначала-то ему не говорили, он сказали, что он там будет служить. Ему несколько раз говорили, ему несколько раз предлагали. Правильно? Да. Ну, ему несколько раз об этом. Ну он все время отказался. Да. А в результате не отказался? А потом по какому он... Мы его и последний раз отговаривали. Как могли отговаривали? Ну, кто его знает, как там... Он не говорит им правду, как там было, что-то. Ну, все хорошо, говорите. Пока-пока и... Лавушка, ладно, все у меня хорошо. Давай, пока там, все у меня хорошо будет. Хорошо, если что ему... Все, пиши сюда, если что. Пиши сюда. Все, давай. Хорошо. Много, много еще ваших освободителей, хреновых здесь. Что вы можете передать освободителям этим вашим, которые в России сейчас сидят и думают, вот поехать или не поехать? Не едьте сюда вообще, не трогайте мирных людей. Вообще война не нужна. Особенно в 21 веке. Не знаю, как еще это началось. И кто это надумался. Тот человек, которого вы сами только что назвали военным преступником... Я не знаю, зачем ему это вообще надо было. Ему захотелось, территории других захотелось. Украина ему захотелось. Ну, все, кто сюда обратно собирается, вообще сюда не надо лезть. У них и так без вас. Не, у нас то без вас, то тут и было все хорошо. Точнее, без вас у нас было все хорошо, а с вами уже не так хорошо. Тут надо... Но если вас интересует вопрос, зачем было это Путину? Ну, для того, чтобы захватить... Вы знаете, что танки российские были под Киевом? В Чернигове, в Сумской области. До сих пор в Херсонской области. Вы конкретно были в Харьковской области. Знаете об этом? Нет. В Харьковской области. А под Киевом не знали? Под Киевом нет. У вас телефона не было? Был, но в интернете ничего нет. Как это так? Ну, у меня обычная моя симка была и все. Там можно было только позвонить домой. Ну, в части, когда вы были, хорошо, ладно, июль, а март, апрель, май. Три месяца войнашла. Я новости вообще не смотрю все это. И в телефоне не листаете ничего там, не знаю, ни любую соцсеть, там, ни Telegram, ничего вообще? Нет. У меня все. I have no questions. О, perfect. На перфект тебе завалил, короче. ». Продолжение следует...